Пока вопрос о земле рассматривают на уровне парламента, жители нашего региона не могут договориться о сотках на дачах и в частных домах. С начала прошлого года и до сегодняшнего дня более 20 таких обращений поступило в областной филиал правительства для граждан. Самое интересное, что население сталкивается не только с проблемой захвата своей земли, но и с тем, что ненарочно захватили чужую. Почему так происходит и как решить такой вопрос, выясняла наша съемочная группа. Начали пристраивать, вот пристраивали. Когда они стали строить вот это, я был молодой. Да мне ничего не надо было, мне охоту надо и рыбалку было. Еще соседка говорит, Николай, ты что залез? Семья Борзиковых, Александр и Любовь владеют этой дачей с момента постройки. Недавно решили подарить дачу сыну, но при оформлении документации столкнулись с проблемой. План участка нарушен из-за захвата земли, то есть часть строения соседей заходит на участок Борзиковых. По словам семьи, вопрос пытались урегулировать мирным путем, но не вышло. Стороны отправились в суд. Приезжали сюда с гиперозема начальники, только прямо вот так заходят и говорят, да, захват. Приезжали юристы, которых мы нанимали, да, идет захват, будем писать иск в суд. Пишут иск в суд. И вот сейчас два суда прошло. Ни в их пользу, ни в нашу пользу. Соседей Борзиковых тоже можно понять. По их словам, баня, которая, собственно, и заходит на чужую территорию, построена давно. Соответственно, сносить ее явно нельзя. С другой стороны, разделить участок вдоль стены, включая вышедшую за границу баню, то есть буквы «П», тоже не получится. Здесь уже вопрос того, что соседям необходимо получать свободный доступ к своему строению, в том числе и со стороны, где проходят дачи семьи Борзиковых. В случае утверждения границ участков вдоль стены это будет невозможно. Это наша земля, говорит каждая из сторон. И это лишь один случай из десятка за последнее время. Всего с начала прошлого года и до сегодняшнего дня их около 25. В последние годы у нас начались многие накладки происходить. В связи с тем, что в 2007 году у нас легализация была. Собственники сами указывали размеры земельных участков и в МПЦ-7 изготавливаются инвестиционные документы, госакты. Сейчас на данное время уже идет продажа, переоформление земельных участков. В связи с этим наши специалисты выезжают или другие специалисты обмеряют на месте GPS. В связи с этим фактически размеры могут быть увеличены или уменьшены. Решать такую проблему мирным путем, по словам представителей госкорпорации и правительства для граждан, можно. Для этого вместе с соседями нужно обращаться в Экимат Уральска и совместно договариваться о том, кому и сколько соток отойдет. Алексей Кочемасов, Айбек Сагингалиев, Талгат Мурадбаев, Достан Уразбаев, телеканал Акжаик.